Дружина твоя, князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа Эх, времена, и я, Михаил Лицарев. Сегодня в гостях у нас мой близкий, я не побоюсь этого слова, друг, мой преподаватель, доктор исторических наук, профессор, писатель, известный в России крестьяновед Виктор Аркадьевич Бердинских. Виктор Аркадьевич, здравствуйте! Доброго здоровья! И мы как раз хотели сегодня взять тему крестьянства, потому что в последнее десятилетие, Виктор Аркадьевич, может, мне даже, так кажется, в лет последние 20, очень часто поднимается вопрос, что вот крестьянство, изучается быт самого крестьянства, его нравы, характеры, прочее, прочее, прочее. Я ведь даже знаю, что у вас есть несколько книг, например, «Русский у себя дома», «Русская деревня, быт и нравы», или же, допустим, особо мною любимая, «Речи немых. Повседневная жизнь русского крестьянства». Супер книга, практически гениальная, как говорят злые языки. Вот, и я чувствую, сегодня мы будем пестрить в действительности и иронии, и постиронии, и правдами, и только правдами, только правдами, никаких не правд. И вот последние, наверное, лет 10, может быть, 20 активнейшим образом, опять же, просыпается ностальгия. У нас, как всегда, ностальгия то к имперскому, то к советскому, то к еще одному чему-то, я не знаю. Но крестьянство – это, естественно, большая была среда. Это часть русской истории, это огромнейший просто пласт ее, так как, стоит отметить, большинство населения Российской империи, потом и Советского Союза, все-таки это крестьянство. И, Виктор Акадьевич, как, что? Вот вы как раз принесли книгу, одну из последних, которая «Русь крестьянская. Зримый мир русской деревни». Расскажите, пожалуйста, что у вас в этой книге? Ну, вначале я тоже некую затравку скажу. Дело в том, что крестьянство – это не просто класс, слой общества, это вот такая цивилизация, которая, в сущности, и держала Россию, и российскую культуру, и российскую экономику, и государство на плаву в течение многих столетий. Вот одно время, когда Петр I русскую армию создавал, там было много офицеров-иностранцев. И они издевались над артельными обычаями, привычками русских мужиков, которые солдатами стали. А Меншиков их срезал, и говорил он так, «Пока будет русский мужик, будет и русская армия, будут и победы, будет и держава». То есть, вот это вот такой стержень, на котором, в сущности, все держалось. Естественно, что XX век здесь, я бы сказал, ситуацию коренным образом переломил. То есть, это индустриализация, это уничтожение, в сущности, и крестьянского быта, и крестьянской культуры. То есть, превращение России из страны деревенской в страну городскую. Урбанизация вот такая всеобщая, тотальная. И получилось, что мы пропасть перепрыгивали в два прыжка. То есть, крестьянское население страны старую культуру оставило, их дети, внуки. А новую культуру городскую часто очень и не приобрело. Поэтому вот это не ностальгия, это вот такая попытка сейчас понять, что из прошлого нам не просто дорого, а нам нужно, без чего мы жить не сможем. Потому что городские люди ведь люди ущербны. Вот я в селе родился, я так до сих пор считаю, потому что вот этот, так сказать, сок индивидуализма, он ведь отравляет, конечно, любой организм. Поэтому здесь в чем смысл-то крестьянской цивилизации? В том, что была пневмосфера. То есть, вот деревни сейчас вот в сущности уже у нас уничтожены. И пропадает ведь не только пашни, которые лесом заросли. Пропадает атмосфера. То есть, вот то, что в воздухе носилось и то, что питало жизнь. То есть, поэтому вот здесь эти вот такие флюиды, я бы сказал, невидимые, очень важны. Ну, естественно, что сейчас мы смотрим в прошлое и с сегодняшнего дня. Вот последний классик, какой вы, Михаил Юрьевич, мне кажется, высоко цените. Он ведь как написал, как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. То есть, вот здесь у нас, так сказать, на прошлое взгляд очень и разрушительный и одновременно свысока. А это неправильно. То есть, нам надо вот понять вот этот шар, этот мир прошлого изнутри. То есть, не снаружи стучать, так сказать, тросточкой, палочкой, айфоном в него, а вот залезть изнутри и посмотреть. Вот это у меня главная была сверхзадача в моих студиях, когда я вот во второй половине 80-х годов стал записывать рассказы стариков-крестьян, которые еще помнили мир до Николая II, 20-е годы. И очень, конечно, мне было жалко. Вот у меня и деды были крестьяне, Александр Михайлович из деревни Решетниково, он был и пимакат, и прекрасный плотник отличный, значит, и лошадок держал, две лошади, вятка у него была, он в взрослых ходил. То есть, вот эти вот люди на все руки мастера, и жизнь вокруг них кипела, понимаете. Мне, вот вы сказали по поводу предков-крестьян, знаете, я всегда очень-очень с улыбкой смотрю на людей, вот наших современных людей, которые, когда начинают там заниматься генеалогией, да, они пытаются отыскать, ведь, собственно, кто ж у них были предки, и вот они все такие, ну, дворяне. Ну вот, ну как бы, ну вот, ну не меньше дворяне. И почему-то считают, что, допустим, быть потомком крестьян, это как-то зазорно. Хотя в тот же самый момент у нас дворян-то, простите, пожалуйста, почти там 3% на... В Гулькин нос? Конечно. Если брать там, допустим, Вятскую губернию, так тут вообще, собственно, дворянство было представлено, по-моему, полторы тысячи человек дворян на 3 миллиона 300 с гаком человек. Не было по местной культуре навятки, крестьяне только государственные. Конечно же, и, понимаете, и меня это всегда так умиляет, я так смотрю, ну, у меня дворяне, ну, или же, ну, вот как минимум зажиточные крестьяне. Ну, это вот, это что-то вот... А как, Виктор Акадьевич, вы как сами считаете, вообще вот данный процесс, понятно, урбанизации, он, в принципе, вполне естественный для всего мира, он мог вообще как-то обойти нашу страну стороной, или же все-таки без этого нельзя было обойтись? Ну, ведь всегда есть варианты. То есть мы помним и бухаринский вариант, более мягкого, так сказать, он предлагал развитие, то есть с сохранением значительных элементов НЭПа. То есть, но и вдобавок, конечно, здесь сыграла свою роль и личность мужикоборца Сталина, который чрезвычайно жестоко, крайне варварскими методами произвел уничтожение наиболее работоспособной части крестьянского населения, спаслав его и на Север, и в Сибирь, и на Урал. То есть в результате народишко из деревни побежал под этим прессом, бесплатная рабочая сила. То есть, по сути дела, конечно, все соки из крестьянства были высосаны, и они пошли как раз в индустриализацию, в города. И это сыграло важную роль. То есть всегда, скажем так, есть более жесткие, более мягкие, средние варианты, но здесь максимально, конечно, это все шло жестоко, надо сказать. И воспоминания людей описывает, конечно, чистое варварство, когда вот и раскулачивание, и отправление спецпоселенцев на севера, и прочие дела, когда, в общем, значительная часть погибала людей там. Это, конечно, то есть вот это противоречие политике и этике, морали и нравственности, вот здесь оно очень заметно. Петр Первый ведь был не менее жесток по отношению к крестьянству. Он жесток был ко всем. Вот это большая разница. То есть он ведь закрепостил не только мощно крестьян продолжил, но и дворян, все обязаны служить. То есть вот в чем дело-то. Тебе он жениться запрещал, пока неграмотно ему. То есть Петр Первый, он был вот равно удален. Ну и уничтожил боярщих. А здесь вот такая иерархия городского населения. У них и паспорта, оно и более такое, так сказать, конечно, не ахти тоже, но более равноправно. А у крестьянных паспортов-то нет, понимаете? То есть возрождение крепостного права в более жестких формах колхозных. Я, вы знаете, я относительно недавно наткнулся на Каюся, я не помню, автора, на монографию. Я так понимаю, что это все-таки диссертация, просто-напросто переделанная, ну, понятно, в монографию. Также издательство Ломоносов, как раз «Повседневная жизнь крестьянки». И вот она очень много рассказывает о мононуклеарной семье. Она говорит, собственно, о в действительности так-то достаточно жестоких реалиях жизни крестьян и крестьянки в первую очередь, потому что все-таки посвящена именно женской части, так скажем, населения. Виктор Игоревич, а в Сюлье вот как быт был устроен у крестьян? Правда вот, что семья, допустим, была настолько тяжелым, скажем так, бременем, ношей, не знаю даже, как это назвать. Ну, в разные века по-разному. То есть, одно дело, большая семья где-нибудь в 17-м и раньше веке, когда это, чем больше людей в семье, тем больше работников, тем больше возможностей для выживания. То есть, ведь то голод, то эпидемия, то война, то царь-батюшка новый налог запузырит. То есть, поэтому, естественно, сложности колоссальны. А другое дело, в 19-м веке, когда большая семья уже распадается, да, на парные семьи, вот уже, так сказать, на малые семьи. И здесь ситуация уже другая. Но, конечно, женщина во всех патриархальных обществах, она, так сказать, играла достаточно скромную, второстепенную роль. Но, опять же, все индивидуально. То есть, ведь есть семьи, где, вон, какая-нибудь Марфа Борецкая, она и сыновьями командовала, так сказать, и всем прочим, и всем государством. То есть, здесь личность хозяйки, она играла большую роль. Добавить, мужик, он делал мужицкую работу, он ведь в женские дела не вмешивался. А женщина, она делала женскую работу. То есть, у них очень сильное разделение. Большая-большачка. Да, труда-то было. И они, как бы, вот, даже не соприкасались, понимаете? То есть, тут не надо было ничего объяснять, что ты это делаешь и это. Нет, то есть, одна занята этим, этот занят этим, вот и все. То есть, вот здесь, а 20 век, он, опять же, уничтожил. Он же женщину из семьи, так сказать, взял за загривок, да, вытащил, поставил ее к станку, то есть, на производство. Это рабочая сила. И она ушла из семьи, да. И, ну, конечно, рост индивидуализации, то есть, вот сюда вот, так сказать, эти проблемы семейные и детские. Ну, конечно, зверства и трудности у женщины в революционной России было немерено, как и в любом, повторяю, такого типа общества. То есть, тут и, так сказать, смертность колоссальная детская, когда там рожает она, допустим, раз 15, пока там не отомрут эти дела, а выживает там, допустим, трое-четверо. Но, опять же, самые сильные. Ну, да, 55% на тысячу новорожденных как раз это мертвое. Да, то есть, огромная смерть. И, тем не менее, демографический бум в России в конце 19 века огромный. Вот, то есть, здесь вот, как сказать-то, как при Хрущеве, с одной стороны, с другой стороны, были плюсы свои, были минусы. Вдобавок, женщине-то ведь у станка-то не лучше, чем вот дома у печки работать, понимаете? То есть, свои плюсы там были в женской работе. И, может быть, для иной это и совершенно ненужное дело. Поэтому, но были случаи, конечно, из версток, когда вот там плохо обращались с молодой женой в селе, вот я записывал рассказ. Она убежала к отцу. Отец говорит, нет, я ничего не знаю, ты уже выдана замуж, все, так сказать. Муж приехал, за волосы ее привязал к телеге, потащили, так сказать, на позор, так сказать. Но там кузнец был на выезде из деревни, он сказал, забирай, забирай, но ты, кстати, посади на телегу. Уважаемый человек, вот, посадили. То есть, здесь все очень индивидуально еще и. То есть, и сейчас ведь есть люди-звери, а есть люди вполне добродушные. А вот те рассказы, Виктор Аркадьевич, просто это ведь очень интересно, на самом деле. У нас фольклористика, в принципе, сейчас, ну, она не то чтобы не распространена, она просто, ну, вы сами прекрасно знаете, как современное общество. Так она умерла, потому что ведь опрашивали крестьян, крестьян не стало. Кого опрашивать-то, понимаете? То есть, все эти сказки умерли, частушки умерли, хотя частушки это были, скажем так, считали тогда, в начале 20 века, это вообще позор, маргинальство. А сейчас и этого нет. То есть, как крестьянская культура умерла, так и, естественно, вымерли вот такие роды, роды, я бы сказал, творчества народного. То есть, зачем творить? Ведь сила-то крестьянство в культуре в чем? Это ведь намного круче, с моей точки зрения, так сказать, как внука-крестьяне. Вот, сила крестьянства в том, что он делает культуру, которая, так сказать, для себя. Это и ухо он слышит, и одновременно рот он поет. То есть, это очень активная творческая культура. А сейчас, ну, что вот наши люди сели в зал, открыли рты, смотрят. Это пассивное только восприятие культуры. То есть, получается, что есть люди, которые перед вами, так сказать, трепыхаются, а есть люди, а остальные только смотрят телевизор или прочие дела. И это плохо, потому что человек должен жить этой культурой, он должен сам петь, сам плясать, сам радоваться жизни. То есть, он должен ее воспроизводить. А этого нет и не будет, потому что все уже, естественно, другая эпоха. Я, знаете, как-то вспоминал об этом даже в эфире как раз нашей радиопередачи. Я говорил о Александре Александровиче Богданове и его книге «Красная звезда». И Чаянов тут даже. Да-да-да. И вот у него как раз, по-моему, если мне память не изменяет, в 19-м году, в 1919-м, у него вышел как бы такой приквел, то есть то, что было до. И она называлась как раз «Инженер Мэнни», если мне память не изменяет. И вот там как раз инженер-то говорит очень интересную мысль. Он говорит о том, что, собственно, мир все больше стали населять вампиры. И он как бы предлагает вот свою формулировку как раз слова «вампир», что мир так устроен, человек должен больше давать этому миру, чем брать. И в случае, если он дает все-таки меньше, а больше начинает брать, он превращается вот в вампира, который высасывает жизнь. И, по сути, вы как раз говорите о разделении на потребителей и тех, кто хоть как-то пытается воспроизводить. Виктор Аркадьевич, а что касаемо самой книги? Давайте вот вернемся, собственно, к ней. Давайте. Потому что она в действительности потрясающая, дорогие друзья. И в конце передачи обязательно мы скажем более точное издательство. Год, еще раз название проговорим, потому что это, правда, стоит того, чтобы купить, прочитать, посмотреть и держать у себя в личной библиотеке. Виктор Аркадьевич. Под подушкой. Под подушкой, да. Ну, что бы хотелось здесь сказать, что я очень долго вырабатывал план вот такого рода книг в конце 80-х, в начале 90-х годов, потому что как действительно подать вот этот мир изнутри. И в начале хотел показать жизнь деревни. Вот деревни – это такой социум, такой круг людей, которые друг от друга зависят, друг с другом общаются, в разных отношениях порой находятся друг с другом. Вот. Это еще и община, поскольку ведь община-то она была недоразрушена. Почему все-таки колхозы прошли в Советском Союзе? Потому что община – это психология русского крестьянства, она сохранилась. Русский мужик, он действительно стихийный коммунист. В этом смысле был. Да, мне полностью. Поэтому вот эта жизнь деревни, о чем говорили на лавочках вечером, когда бабы вот прогонят коров, так сказать, пригонят коров домой, подоят уже, устряпаются с делами, сядут и вот о том, о сём рассуждать. А вот застал еще такие на лавочках посиделки. Очень интересно, надо сказать. Вот. Как люди друг к другу относились, к родственникам, к детям, как свадьбы шли. То есть здесь вот не фольклористика, а именно вот отношения людей во время этой процедуры, так сказать. То есть вот менталитет, попросту говоря, то, что вот французская школа анналов, сделавшая революцию в исторической науке, которая, к сожалению, не прошла в сущности в России, хотя какие-то отголоски, безусловно, есть довольно сильные. То есть вот этот менталитет людей в разные эпохи своей жизни и когда птичек ходят в лес слушать, да? Кто сейчас ходит в лес слушать птичек? Ну, никто и дома-то никто не держит птичек, я думаю. А ведь это было повальное увлечение, допустим. То есть это людей характеризует. То есть чем вот ситцевая одежда отличалась от льняной? У нас ведь чёрненная была одежда-то вся. А что такое грубый лён, а что такое вот... В ситцеве работать-то не будешь, он быстрёшенько от пота мужицкого, так сказать, пропотеет и порвётся. То есть он мягонький, но не ноский. А лён, кстати, он против гриппа намного эффективнее, вот как сейчас исследования показали, носить льняную одежду. То есть это знали раньше, да? То есть изба деревянная, и не любое дерево для избы годится. То есть надо сосну зимней рубки. У нас хвощут в любое время. То есть вот это... Нету опоры на прошлое. Вот построили в своё время, помню, линию в Новоавиатске где-то, делали берёзовый паркет, да? А мужики ведь никогда не берёзовое бревно, не берёзовые там какие-то... Да досок ты замаешься делать, но в избу не вносили. Почему? А потом прочитал, Болотов был в 18 веке просветитель, там леса мало, он приказал сделать из берёзы избы для мужиков. Мужики, в них живенько давай помирать, потому что болеть, плешивить, волосы выпадать, зубы выпадать. То есть берёза, она для жизни нельзя. Непригодна. Непригодна. А у нас паркет в тысячах квартир хоть бы что стоит, люди, голова болит, ну, бог с ним. То есть вот нету связи-то этой вот такой жизненно важной. То есть, да, это очень существенно. Так что крестьянская одежда, крестьянские праздники, вера, во что люди верили, то есть верили в чудо, не верили, какие колдуны были. Вот эти все конкретные жизненные ситуации. Человек вспоминает, да, вот жил у нас деревня колдун такой, ой, помер, язык какой долгой был, так сказать, чуть не до пупа, так сказать, вылез. То есть он скажет ручью, вода не теки и не течёт, мы сами видели. То есть вот когда вот люди так рассуждают, это же очень существенно важно. То есть над этим не смеяться, не проще не надо. И даже как бы анализировать-то это очень сложно и не нужно. Надо просто вот проникнуться мировоззрением этого человека, влезти внутрь в него и, так сказать, себя на его место поставить. То есть не осудить и не вознести, а вот именно понять, да? Ну, это ведь фактически своеобразная, ну, даже не своеобразная, это фактически микроистория. То есть мы всё-таки говорим именно об этом, и школа аналов как раз и призывала, всегда и говорила о том, что для понимания, скажем так, эпохи, да, для понимания вот людей того времени необходимо, собственно, прожить вот эту жизнь. Это даже не столько микроистория, сколько это антропологическая история, человеческая история, история с человеческим лицом, потому что в советские годы главная была масса, вот такая массовидная социологизаторская история, что там столько-то было революционных выступлений, там столько-то того и сего. То есть вот, по сути дела, человек-то выпал из истории, только, так сказать, революционеры вот такие суперкрупные удостаивались личностных таких воззрений. Вот, а здесь как раз вот это, так сказать, я бы сказал, человечинка важна, то есть вот какую-нибудь частушку, так сказать, послушаешь там, типа, я на стуле сижу, слёзы капают, никто замуж не берёт, только лапают, и понимаешь, что вот, так сказать, действительно, как бы, суть. Притом всё ведь это познавалось только, так сказать, именно в игре, игровая вещь-то, то есть если уж вышли они на вечерки, так если кто-то спел такой, так ей в противовес другую, а третий третью, то есть здесь эта импровизация очень важна, творческое начало. А что сейчас наши городские, так сказать, жители, вон в троллейбусе едешь, едет девчонка, ручки тоненькие, пальчики тоненькие, тоненькие, она лопаты, ни топора в этих руках удержать не сможет, так сказать, ничего, то есть это совершенно другой уже тип человека. И понятно, что глаза, не видевшие, как сажают картошку или её копают, они, я бы сказал, ущербны, то есть они огромную часть жизни оставили за собой, и вот это углубление индивидуальности, индивидуализма, вот и распад семей, и это неизбежно, конечно, но ведь это тупик, в конце концов, рано или поздно. То есть вот как-то опыт делали с крысами, там, по-моему, с мышами, с кем-то, с белыми, там вот разные поколения делали, они становились всё скучнее и скучнее, и в конце родилось поколение красивых мышей, популяция, то есть там же быстро поколение-то меняется, которые, они уже заполнили всё пространство, они не размножались, они ухаживали только за собой, так сказать, причесывались, ели, пили, еды было досыта, то есть полностью капец, так сказать, цивилизации. Вы когда сказали про пальцы, сразу же почему-то вспоминается Николай Гумилёв, да, с его вот этим стихотворением Думы, и за то, что эти руки, эти пальцы, не знали плуга, были слишком тонкие, за то, что Думу вечно искитальцы, да. Ну, это рафинированная русская культура, начало 20 века, перед тем, как коса её скосила, так сказать, и всех или в чернозём втоптала, или в грязь такую среднерусскую, или за границу выперла, то есть это тоже трагедия нации, конечно, национальная трагедия, изменение типа культуры. Ну, вообще, собственно, если говорить о культуре, мы сейчас смело, конечно же, можем перейти на эбариутов, условно говоря, да, и на судьбы Хармса, вот, и прочее-прочее. Вот, но если брать, вот, допустим, крестьянство, хорошо, мы, собственно, поговорили как раз о быте, вкратце, безусловно, вкратце, мы поговорили о, мне, если честно, вообще невероятно сильно интересно узнать вот что-нибудь, какие-нибудь подробности, разговоров, которые вы как раз ввели вот в 80-е, в 90-е с крестьянами. То есть вот то, что они вообще вам доносили, о чём они вообще могли рассказать, вот из такого, это ведь на самом деле невероятный материал, это ведь, ну, просто-напросто кладезь, это ведь просто что-то, ну, меня, по крайней мере, это очень сильно манит, потому что с носителем абсолютно другого исторического периода общаться, слушать его, это всегда какое-то открытие. Это, конечно, эмоциональная исповедь, ощущение живой жизни, вдобавок, в конце 80-х годов у людей рты открылись в начале 90-х годов, они честно могли говорить всё, что думают. То есть, помню, вот в Рябове жена у меня, учитель, класс вывезла, и я сходил, показать хотел детям, значит, там, опрос. И две старушки совершенно такие, которые очень давно в колхозе были, и вот они рассказывали, как их в колхозы загоняли. И сидят две, и одна другой, и в запале вошли просто вот в такой эмоциональный ступор, а ты помнишь, и, так сказать, рассказывает, как люди жили, как помирали. И вот она меня по руке хлопает, у меня рука прям заболела, потому что это жизнь была, они переживают заново вот то, что было, вот этот эмоциональный накал, но на бумаге всё теряется, конечно. Поэтому, конечно, вот хороши были бы видеозаписи, аудиозаписи, но этого, аудио-то ещё немножко есть, а вот видеозаписей, конечно, нет. То есть, вот это, ведь мы из прошлого-то должны взять пламя, а не золу. А у нас в наших книжках, как правило, зола, то есть, это эмоционально, чувственно, неисповедно, поэтому вот здесь очень большая разница. А мы, дорогие друзья, продолжим говорить о Руси крестьянской после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Эх, времена! Итак, дорогие друзья, это снова программа Эх, времена. Я Михаил Лицарев и многоуважаемый гость, доктор исторических наук, профессор, писатель, известный в России крестьян-новед Виктор Акадьевич Бердинский. И в первой части программы мы как раз говорили о крестьянском мире, о крестьянском быте. Понятно, что неполно, дорогие друзья, я вас призываю всё-таки изучать данный вопрос, и в этом вам поможет книга Виктора Акадьевича Бердинского. А я, Виктор Акадьевич, заметил, что вы очень часто используете как раз фотографии так называемого мужицкого фотографа Сергея Лобовикова. Ну, это великий, конечно, крестьянский фотограф, единственный на всей Руси, не случайный до революции. Вот он на зарубежных выставках золотые медали брал. Это, конечно, уникальное наследие, которое имеет не Вятка, а Россия вся в целом. То есть здесь он сумел сохранить вот эту крестьянскую культуру, вид крестьян, одежду, случай. Конечно, он, безусловно, фотохудожник. То есть при условиях фотоаппаратуры этого времени фотографии, они чаще всего постановочные. То есть вот он прижился в одной деревне, вот он туда приезжал, он ставил, они надевали одежду. Он им платил, естественно, за участие в съёмках, но это живые люди того времени, и нигде такого не было. Везде была своя изюминка. То есть какой-нибудь Дмитриев там в Нижнем, он Бурлаков снимал. То есть он не мужицкий фотограф, а вот по-настоящему великий мужицкий фотограф один, Сергей Александрович Лобовиков, 1870-1941 год в Ленинграде помер. Когда его здесь наш родной пединститут выпер из дома, который он пединституту подарил, значит, вот, и он вынужден был покинуть, так сказать, родную Вятку. А сейчас, собственно, мы как раз хотели бы сказать о воюющей России. Прямо глава, как я понимаю, так называется, Виктор Акадьевич, в вашей книге «Воюющая Россия». Да, да, раздел, притом первая глава называется «Солдат на фронте», а вторая глава называется «Люди в тылу». То есть здесь вот на две части, и там, где я записывал рассказы стариков, которые сами воевали, и там, где записывал рассказы женщин, которые вот работали в колхозах в основном, и на заводах тоже, то есть не обязательно в сельском хозяйстве. Так, и вот эта глава, как, что, что там в ней, в главе там? Ну, то, что в официальных книжках тогда не было в ту эпоху, потому что я вот, когда мальчишкой маленьким был, у меня отец воевал, я лет, наверное, не знаю, 8-9-10 спрашивал ее, расскажи-ка. Он не хотел ничего рассказывать никогда, значит, вот. И он мне давай рассказывать, и что он говорит, я ничего не понимаю. То есть он говорит, вот там мы стояли, и в атаку пошел штрафбат. Я такого слова не знал. Что такое? Он как-то объяснил, кто провинился, значит. Потом говорит, вот начали мы весной наступление, а там гнали прямо на немецкие позиции полк сибиряков, они вытаили, и стали эти трупы руками-ногами двигать. То есть вот он что видел, то и говорил, а мне это все непонятно, то есть я-то хотел подвиги. И спрашиваю его, расскажи, а сколько ты немцев убил? Он говорит, не знаю. Тут я вообще обомлел, говорю, как не знаешь? Ты же стрелял? Он говорит, все стреляли, я стрелял. А сколько убил, не знаю. То есть при том он рядовой, он был вот в этом танковом десанте, то есть их садили бедолаг на танки, чтобы там не, значит, вот эти фаустники близко не подошли, чтобы они щелкали их, поскольку в танке-то не видно. А их зато щелкали на броне очень быстро. То есть вот это вот стремление у меня было вот эту низовую, так сказать, историю войны, историю простецов, рядовых людей увидеть. Ну, и как получилось ли? Могли бы вы рассказать какие-нибудь примеры из этого как раз прям раздела? Ну, вот, например, я спрашиваю, как, значит, вот старика, который реально в окопе рядовым, значит, как страшно? Он говорит, да, страшно. Ну, вот когда страшно? И по-разному бывает страшно. Вот где-то за полчаса перед боем переживаешь, вдруг пуля в живот попадет, кишки выпадут, так сказать, и помрешь, мучения. Потом, значит, где-то минут за 10 перед боем другое настроение уже, так сказать, а черт с ним пропадает, так сказать, все пропадом. А, значит, ежели бежишь в атаку, уже даже как-то и это, и смотришь только, значит, руками машешь, то есть не осознаешь, что ты делаешь, или колешь, или стреляешь, или бежишь просто. А после боя, говорит, если выжил, отпускает. И вот начинаем друг над другом потрунивать. Ты бежал, как заяц, мол, то влево, то вправо, а ты руками махал, как мельница, значит, а тебе будто пчела в рот залетела. То есть вот эти вот ощущения, ощущения боя, они, конечно, нигде, с моей точки зрения, может, это где-то и есть, но они не фиксировались. А вот мне хотелось их увидеть, понять как-то. Виктор Акадьевич, если говорить о книге, вот давайте нашим слушателям мы скажем и точное название. Книги «И год», издание и издательство, вот все-все-все. Итак, книга Виктора Акадьевича Бердинских «Русь крестьянская. Зримый мир русской деревни». Издательство «Ломоносов» и год, и издательство... Двадцатый. Издание 2020 год. Дорогие друзья, «Русь крестьянская. Зримый мир русской деревни». И вообще, в действительности, один из основных-то посылов, который я услышал лично для себя, в действительности, это необходимость связи времен. Это необходимость связи поколений. И сразу же вспоминается классик, но не классик литературы, да, что человек, не знающий своего прошлого, будущего не имеет. Да, как сказал, собственно, Ломоносов как раз. Прямо оно, прям подходит. Ну, это трюизм, конечно, в определенной мере. Банальность. Конечно, 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 безусловно. Но, понимаете, сейчас, как говорится, новое, хорошо забытое, старое. И такая банальность в наше время все же становится не совсем даже банальностью. Я вот, я не знаю, Виктор Акадьевич, согласитесь вы или не согласитесь, у вас педопыт гораздо больше и серьезнее, нежели у меня. Но я вот, допустим, смотрю на студента и понимаю, что у студента, у человека есть этап каждый раз, который, в принципе-то, повторяется у человека к человеку. То получить образование, и он идет на заочку, то, собственно, узнать, кто были его предки. И прямо ведь многие загораются этой мыслью и начинают искать, идут в архивы, пытаются через каких-то людей где-то что-то как-то найти. И это в действительности очень даже сейчас, как мне кажется, более чем актуально. И в действительности ваша книга, безусловно, хороша, и она помогает проследить. И, ну, я никогда не стыдился крестьянского прошлого, да, там, по отцу крестьянства, по маме казачества и чумачества. Вот, поэтому, ну, для меня, как бы, это было все абсолютно нормально. Но мне так кажется, что ваша работа позволяет принять тем людям, которые принять не могут, либо просто не хотят в это верить. Вот и не хотят это принимать. Осмелись пару слов сказать. Конечно, Викторич, безусловно. Значит, мне кажется, что, конечно, прошлое нужно, но жить в современном и идти вперед, все время держа голову назад, жить только прошлым, тоже нельзя. Здесь надо понимать, что надо видеть, вот, действительно живую связь времен, и поэтому в этой живой связи времен находить то, что тебе нужно. И, конечно, слом поколений всегда идет, то есть вам не нужно то, что было нужно нашему поколению, вашим студентам не нужно то, поскольку вы уже человек второй молодости, то, что было нужно вам, естественно, поэтому, а им в свое время. Поэтому здесь вот идут постоянно, ведь каждое новое поколение задает прошлому другие вопросы и получает другие ответы из прошлого. Но оно живет настоящим, поэтому здесь вот все время вот с такой вывернутой шеей назад нельзя двигаться вперед. И, дорогие друзья, напомню, в гостях сегодня у нас был доктор исторических наук, профессор, писатель, известный в России костяновед Виктор Акадьевич Бердинский. Виктор Акадьевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы еще встретимся у нас в студии. Дорогие друзья, с вами был я, Михаил Лицарев, программа «Эх, времена». Всего вам хорошего. Не сворачивайте голову. До свидания. До свидания, дорогие друзья. Эх, времена.